Предположим, что Бог есть, и что после смерти вы окажетесь перед Ним. Что вы ему скажете? Привет. Я уже у твоих ног. Это был Юрий Михайлович Лужков. Спасибо вам, оказавшись после этого перед Богом. Что вы ему скажете? Я скажу, что меня не всегда верно цитировали, поэтому я хотел бы объясниться сам. Геннадий Викторович Хазанов. Ну вот и вы, наверное, когда-нибудь это произойдет, и вы окажетесь перед Господом Богом. Что вы ему скажете? Есть анекдот. Нет, что вы ему скажете? Есть анекдот. Тетчер, Коль и Буш летят на самолете. Он погибает в самолет, но они предстают перед Господом Богом, и вот в приемной он сидит и говорит, вам надо решить, куда кого направить. Буш говорит, я, Господи, что ты решишь, так и будет правильно. Во время войны меня сбили японцы. Весь экипаж погиб, я остался жив. Я знаю, что это твоя воля. Поэтому я благодарю тебя за все, что ты мне дал. Коль, семья такая, такая, такая. Вот верующие мы и сейчас. И я благодарю, что ты помог мне с Горбачевым и Бушем объединить Германию. Хорошо. Одного справа посадил, другого слева. Что скажешь ты, дочь моя, Тетчер? Значит, ответ госпожи Тетчер. Во-первых, я никакая не твоя дочь. И во-вторых, ты сидишь на моем месте. Я не, я атеист. Поэтому я воспользовался, чтобы занять время, которое вы отвели на эти анекдоты. Это был Михаил Сергеевич Горбачев. Последнее. Вы оказались перед Господом Богом. Что вы ему скажете? Я не воинствующий атеист. Это был Анатолий Борисович Чубайс. Сейчас реклама. Но, представь перед Господом Богом, что вы ему скажете? Я бы воздержался от советов. И сказал бы Господи, прости и помилуй. Это был Марк Анатольевич Захаров. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? То, что все мы скажем. Господи, прости. Это был Эдвард Родзинский. Оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь? Я не знал, что вы есть. Андрей Сергеевич Кончаловский. Когда вы окажетесь перед Богом, что вы ему скажете? Прости, Господи. Сергей Кужугетович Шойгу. Оказавшись перед Богом. Не знаю, верующий это или нет, не имеет значения. Оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь? Ну, я, во-первых, как интеллигент человек, подожду, что он спросит. Это был Михаил Михайлович Шванецкий. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Надо сначала дождаться, спросит ли он у меня что-нибудь. Это был Андрей Макалевич. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я спрошу, и что же дальше? Иван Андреевич Ургант. У вас, оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я ему поблагодарил за мою судьбу, потому что я все-таки счастливый человек. Владислав Тритяк. Когда вы уйдете, как все мы уйдем, и окажетесь перед Богом, что вы ему скажете? Последнее прости. Йосиф Давыдович Кобзон. Спасибо. Вы ушли в мир иной, и несмотря на все ваши размышления, вы попали к Богу. Что вы ему скажете? Не верю. Александр Гордон. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Что я ему скажу? Ага. Ну, ляпнул что-нибудь точное. Это был Гордон? Нет, нет, я ему скажу, чувак, прикольно, ты есть. Это был Гарик Сикачев. Спасибо. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Привет. Это был Тед Терн. Представь перед Богом, что вы скажете ему? Берегись. Это была Чулпан Хаматова. Когда предстанете перед Богом... Вот этого Марселя просто не в анкете, не в анкете. Что вы ему скажете? Это вы придумали этот вопрос? Скажите мне, честно, у меня это давно бежит. Не имеет никакого значения. Когда пригласите свою программу и задите вопрос... Да вы умаетесь. Я знаю. И, кстати, ответ на этот вопрос я заготовил давно. Ну, пожалуйста. Считается, что Господь Бог знает о нас все. Ну, так что вы ему скажете? Так что же говорить? Надо молчать... Ничего не скажете. ...и ждать его решения, да. Это был Александр Крабский. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Господи, прости меня за то, что я не смог любить Тебя так, как Ты меня любишь. Это был Никита Сергеевич Михалков. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я рада, что прорвалась. Это была Хиллари Клинтон. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Прощение попрошу. Это был Григорий Алексеевич Евлимский. Хоть и неверующий, но оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Там один человек хорошо сказал, что он не понимал, что он делает. Это был Армен Чигарханян. Оказавшись перед Богом, Владимир Вольфович, что вы ему скажете? Я сделал все, что мог. Отправьте меня обратно. Я продолжу борьбу. Помогать бедным, помогать всем стражущим, бороться с тем, что мешает нам жить. Обратно отправьте меня. Мне нужен билет обратно. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти, полуголодный, но помогать людям. Это был Владимир Вольфович Жириновский. Не важно, веруете ли вы или нет, но оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Владимир Вольфович, ну, мне кажется, что сразу меня на аудиенцию не пустят. Будут какие-то в лучшем случае ангелы. А с ними надо поздороваться. Поэтому последовательно будем. Я думаю, там я уже сориентируюсь по предлагаемым ему обстоятельствам. Это был Владимир Машков. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Ну, во-первых, я бы извинился, я бы сказал, Господи, вот никогда не верил, что ты существуешь в человеческом облике. Никогда не верил, честно скажу. Это был Станислав Говорухин. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Вы знаете, дело в том, что мы все время находимся перед Богом. Нет необходимости оказываться. Мы все время находимся, каждую секунду в нашей жизни. Поэтому и говорить нечего. Это был Борис Борис Ременчиков. Когда вы встретитесь с Богом, что вы ему скажете? Когда что? Встретитесь с Богом, что вы ему скажете? Какой сюрприз. Большое спасибо. Вам спасибо. Это был Стинг. Оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь? Господи, спасибо тебе, что дал мне возможность проявлять максимально себя в жизни. Я каждый день его прошу об этом. Я благодарю его за это, что он мне дает возможность каждый день чувствовать, радоваться жизни. Вот видеть свет, видеть свет, видеть людей, видеть максимально воплощаться. Вот за это я его благодарю каждый день. Это был Слава Зайцев. Представь перед, когда вы предстанете перед Богом, что вы ему скажете? Я скажу, что я старался жить честно. Вот именно перед Богом. Потому что я вырос в очень верующей семье. И мой педагог очень интересно сказал. Один раз он не мог меня заставить в детстве заниматься. Иногда не хотелось. Потому что я был очень способен, но у меня все получалось. И он мне один раз сказал, «Сискоридочка, тебе так много дал Господь Бог, что если ты этим не воспользуешься, Он тебя накажет». Он не знал, что меня этим пугали в детстве. И я так испугался, я так стал стараться. И я часто вот сам перед собой такие вещи просто, я думаю, что ну есть же какой-то высший суд все-таки. Это был Николай Сискорид. Оказавшись перед Богом все-таки, что скажете ему? Буду проложать строить царство небесное на земле и считаю, что это святая задача. Это был Геннадий Андреевич Зюканов. Спасибо большое вам. Ну и последний вопрос от господина Пруста. Оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь? Мне не есть чем оправдаться перед ним. Это был Олег Табаков. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Все, что мог. Это был Иван Ахлобыстин. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Вряд ли бы попросил прощения. Я бы ему сказал спасибо, что он дал мне жизнь и дал возможность ее прожить полноценно. Это был мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я ему скажу, Господи, как я рад, что ты есть. Господи, какое счастье, что ты есть. Я так боялся иногда, что тебя нет. Прости меня, пожалуйста, за это. Это был Константин Райкин. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я скажу, Боже милосердый, буди милостиво к нам грешным, ибо не ведом, что творим. Это был Сергей Маковецкий. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Это в один... Мне задавали вопрос, если я... Прошу. Что ему сказать? Я бы задал ему вопрос, почему? И было бы очень много повествований. Это был Виталий Кличко.